Юбилейный, насыщенный, разный. Какими свершениями и победами запомнится 2017 год? Что каждый из нас внес в его копилку? Чему мы радовались и о чем заботились прошедшие 12 месяцев? Сначала о наиболее ярких, запоминающихся событиях в жизни Метрополии, которая в 2017 отметила свой первый юбилей. Череду юбилейных торжеств начало богослужение в канун Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира, когда свой престольный день отметил нижний предел Знаменского кафедрального собора. Вместе с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским аристархом все ночные обдения совершали гости праздника. Митрополит Барнаульский, Алтайский Сергий, епископ Борноалтайский и Чемальский Калистрат, епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир. Сейчас, милостью Божией и усердними трудами нашего патриарха, священного начальника нашего, патриарха Кирилла, деятельности священного синода и вашими трудами, владыка, сия земля имеет уже несколько епархий, многочисленные храмы, монастыри. И, конечно, это все плод спасительного сеяния, начиная от святого князя Владимира и заканчивая трудами современных нынешних священнослужителей. Они тоже миссионеры, тоже присвятители. В знаке нашего молитвенного единения от Борноалтайской епархии я передаю в Кузбасскую митрополию маленькую частицу святых влащей, святителя Макария, митрополита Московского, Алтайского. Митрополит Аристарх произнес слово о значении трудов святого равноапостольного князя Владимира и вручил архиереям, гостям Кузбасса памятные знаки «5 лет Кузбасской митрополии». Официальные торжества по случаю пятилетия Кузбасской митрополии прошли 28 июля. В этот день божественную литургию совершали сразу пятеро сибирских архиереев. В праздничном богослужении приняли участие представители региональной и городской администраций, вооруженных сил и правоохранительных учреждений, попечители и благотворители православной церкви. Приветственный адрес кузбасского губернатора зачитал его первый заместитель Владимир Чернов. По поручению губернатора Владимир Николаевич вручил преосвященным владыкам медали «70 лет Дню Шахтера». Сегодня мы вместе со всей полнотой Русской Православной Церкви с вами прославляли нашего отечественного, великого, святого, равноапостольного князя Владимира и вспоминали события крещения Руси. Юбилейные торжества завершились у стен Знаменского кафедрального собора, где в исполнении губернаторского симфонического оркестра Государственной филармонии Кузбасса прозвучали произведения Чайковского, Глинки, Алябьева и других великих композиторов. На концерте присутствовал начальник Департамента культуры и национальной политики Лариса Зоуэрвайн, благодаря содействию которой стало возможно проведение концерта. Когда звучали последние аккорды, глава Метрополии поблагодарил музыкантов, дирижера Линь Тао и Елену Корчуганову за великолепный концерт, отметив, что сами ангелы аплодировали сегодня своими крыльями, разогнав тучи с неба. Я еще раз благодарю за ваш труд, благодарю всех, кто посетил этот замечательный концерт. Пусть культура всегда возвышает человеческие сердца, меняет нашу жизнь к лучшему, меняет окружающий мир. И он из красочных свеков, мне нужно кончистить мы снять, нужно многое сказать, я благодарю себе любовь. Череда праздничных торжеств 2017 года продолжилась в последнее воскресенье августа. В этот день в Кузбассе чествуют не только горняков, но и, по промыслу Божию, седьмой год подряд собор кемеровских святых. В этот день во всех храмах Кузбасса возносилась сугубая молитва к небесным ходатаям о нашей Малой Родине. И особенно звучала молитва о благополучии шахтерского региона и всего Кузбасса. Божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе совершили все архиереи Кузбасской митрополии. На память о совместном служении в особый для Кузбасса день владыка Аристарх передал в дар сослужившим ему архиереям выполненные из янтаря иконы, особенно чтимого в Кемеровской области, святителя и чудотворца Николая. Уже буквально через неделю, 8 сентября, в Юрге прошли торжества, посвященные пятилетию со дня образования Мариинской епархии. Центральным событием стала божественная литургия в Юргенском кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи, в которой участвовали 6 архиереев. Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, митрополит Томский и Асиновский Ростислав, архиепископ Абаканский и Хакасский Иоанн Афан, епископ Ордатовский и Отяшевский Вениамин, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир. Прославляя чудотворный образ Владимирской Божьей Матери в этот день, который, как известно, соединил прочными духовными узами православную Византию и Святую Русь через города Киев, затем Владимир и Москву, мы сегодня все вместе молились, чтобы ее материнская неусыпная молитва хранила и нашу кузбасскую митрополию, все три епархии, и Кемеровскую, и Мариинскую, и Новокузнецкую в единстве веры в союзе мира. Да хранит Господь, народ Божий, в мире и согласии, и не спошлет свои великие милости и щедрость на многое-многое лето. С уважением, губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев. Я сердечно еще раз выражаю свою благодарность и нашим высоким гостям, вам, отцы и братья, администрации и области, и города, за то, что сегодня вы радуетесь вместе с нами. В продолжении торжеств в этот день состоялось открытие Епархиального социального центра имени святой преподобно-мученицы Великой княгини Елисаветы. В центре будет координироваться деятельность отдела социального служения и церковной благотворительности, чьи освящение нового здания совершил высокопреосвященнейший Аристарх, митрополит Кемеровский и Прокопьевский. Праздничные юбилейные мероприятия завершились торжественным приемом в городском дворце культуры Победа. Памятным для епархии событием стало прибытие с братским визитом митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия. Программа его пребывания в столице Кузбасса началась с посещения комплекса Кемеровского епархиального управления. Глава Кузбасской митрополии рассказал Владимирскому митрополиту о работе епархиального склада, иконописной мастерской, предложил побывать в Музее истории православия на земле Кузнецкой, где краткую экскурсию для гостей провела его руководитель Ольга Ивановна Шалабанова. Особое внимание владыки обратили на новый стенд с династиями священнослужителей Кузбасса, первая страница которого посвящена династии митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха и, конечно, митрополита Евлогия, родного дяди, главы Кузбасской митрополии. Спасибо. Алис Боев, помните бабушки с вами? Вот видите вашу семейную фотографию? Ой. Шикарная фотография, да? Это моя мама, папа, в следующей маме тебе было. Будет минуточка времени, ну хоть для памяти. Для меня это страшно суд. Затем митрополиты посетили храм великомученика Георгия Победоносца. У алтарной апсиды храма погребен преснапоминаемый архиепископ Сафроний, у могилы которого митрополит Евлогий совершил заупокойную литию. Благослови, если святы просвети меня в правдании твоими, Господи, вилостная победа. Братский архипастерский визит митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия продолжился совершением всеночного бдения в Никольском соборе Кемерово. Что нас ведет в Царство Небесное, это наше делание, духовное. Когда человек внутренне обогащается, цветет, растет, выносит глобуханные плоды. Поэтому наша жизнь не только здесь, не только. Здесь мы как бы только начинаем и учимся. А настоящая жизнь – это духовная. По окончании богослужения митрополит Эристарх представил священнослужителям и прихожанам Никольского храма митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия, который родился в Кузбассе, а во времена своего детства и отрочества посещал Кемеровские храмы, в том числе и Никольский собор. Второй день визита, 24 сентября, ознаменовалось освящением малым чином Нижнего предела в честь святых мучениц веры, надежды, любви и Софии Кемеровского храма Воскресения Христова, которое совершил митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. В течение года главе Кузбасской митрополии пришлось не только выполнять роль рачительного хозяина и принимать гостей, но и самому отвечать на приглашение. 8 октября, в день представления преподобного Сергия Игумена Радонежского «Всея России чудотворца» владыка принял участие в традиционных торжествах в Троице Сергиевой Лавре. В числе сонма и иерархов, и митрополитов он сослужил Патриарху Московскому и «Всея Руси Кириллу» в Успенском соборе монастыря. «Если мы действительно все с вами мечтаем о воссоздании Руси православной и святой, то сеять должны обильно. И архиереи, и священники, и миряне, монашествующие, никто не может уклониться от этого сеяния. И чем обильней будет сеяние наше, тем обильней будет урожай, тем больше людей воспримут весть о Христе Спасителе». В ноябре глава Кузбасской митрополии принял участие еще в двух больших событиях международного масштаба – 21-м Всемирном Русском Народном Соборе и Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви. Главными темами двух соборов, проходивших под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, стали последствия русской революции, роль семьи в современном мире, современное образование, внутреннее устройство церкви, ее задачи на ближайшее будущее и перспективу. Как отметил Патриарх, «если мы не воспитаем свой народ, его воспитают другие». Такого рода события, встречи, решения определяют вектор движения и развития каждой отдельно взятой епархии, и Кемеровское не исключение. 2017-й ознаменован множеством событий – строительство и освещение новых храмов, участие епархии в общественной и социальной жизни кузбассовцев, образовательные проекты, программы, выставки, миссионерская и катехизаторская деятельность и многое-многое другое. О том, какой путь пройден за год и что еще предстоит, рассказали руководители епархиальных отделов. Отдел по взаимоотношениям Церкви общества Кемеровской епархии осуществляет свою деятельность в 2017 году по тем же направлениям, которые были приоритетны для него и прежде. Это прежде всего церковно-государственные взаимоотношения и церковно-общественные взаимоотношения. Если говорить о работе с государственными структурами, то мы вместе с администрацией Кемеровской области и администрацией города совместно планируем ежегодные мероприятия по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, а также межэтническим и межрелигиозным контактам. Если говорить о церковно-общественном диалоге, то важно отметить, что в этом году успешно осуществляла свою работу площадка, которая называется Всемирно-русский народный собор. Отдел по взаимоотношениям Церкви и общества осуществлял в рамках этого направления работу и с представителями региональных отделений Новосибирской области. Кроме того, успешно провел мероприятие с музейными работниками, где мы совместно обсуждали церковные инициативы и от лица Кемеровской епархии свидетельствовали о том, что музеи в период богоборческих гонений сохраняли огромное количество церковных святым. Принципиальные расхождения между церковью и музейным обществом, миром искусства и культуры, они просто по существу невозможны. Они могут быть только искусственно создаваться. Когда? Расхождения могут быть, если одна из сторон начинает идеологизироваться. Если церковь идеологизируется, она перестает быть церковью. Если музеи подвергаются воздействию антирелигиозной атеистической идеологии, как это было раньше, особенно в прошедшем XX веке, то эта идеологизация может создавать определенное напряжение в отношениях церкви и музеев. Но сегодня мы живем в государстве, где, по милости Божией, нет опасности того, что церковь откажется от присущих ей обязанностей. И нет никакого принуждения к тому, чтобы музейное сообщество поддерживало какую-то определенную, указанную свыше идеологию. Отдел по взаимоотношениям церкви и общества осуществлял свое сработничество с Общественной палатой Кемеровской области. В частности, в этот юбилейный год мы вместе размышляли о том столетии, которое отделяет нас от революционных событий. В этом году делегация Кемеровской епархии принимала участие в заседании Всемирного Русского Народного Собора в Москве. Мною как руководителем в этом году по благословению Высокопреосвященнейшего Аристарха, главы Кузбасской митрополии, были пройдены курсы повышения квалификации, которые проходили в городе Москве в общецерковной аспирантуре и докторантуре. Поэтому можно с уверенностью сказать, что те направления, которые изначально были выбраны в качестве важнейших и в текущем году, и в целом, когда отдел формировался, мы старались осуществлять так, чтобы это приносило пользу и церкви, и нашему обществу. В нашем отделе за год произошло очень много событий, которые имеют положительную динамику. Это и контроль про храмостроительство, и помощь батюшкам, которые собираются строить, помощь это разносторонняя. Чтобы построить храм, нужно сделать и земельный участок оформить, и сам проект утвердить его, построить здание храма и сдать его эксплуатацию. Но мы видим, что динамика очень хорошая, несмотря на то, что экономическая ситуация в стране и в Кемеровской области только выпрямляется. По крайней мере, храмов сколько планировалось построить и осветить в этом году, мы практически выполнили на 99%. Ну и также у нас ведется контроль в нашем отделе по качеству и по срокам, по другим программам. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается знамение Исио Крестное. Благодатью и Святаго Духа, окроплением воды Исио Священное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Программа одна. Это 10 закладных камней, которые осветил Святейший Патриарх. Здесь у нас практически полный порядок. Последний храм заканчивается в январе месяце. Там ученица Татьяны в конце бульвара строителей и настоятель обещал, по крайней мере старается, сделать все, чтобы к престольному празднику 25 января он был готов к освящению. Следующая программа у нас 10 тысяч человек, один храм в шаговой доступности. Здесь у нас тоже обстоят дела очень хорошо. Земельные участки все оформлены и в текущее, в ближайшее время там будут стоять или быстро возводимые храмы и соответственно параллельно будут строиться уже капитальные храмы из камня. Кирпичные. Я надеюсь, что это будет очень красивый современный храм, потому что мы его оснастим по всем последнему слову техники, чтобы была хорошая акустика, чтобы он был красивый не только снаружи, но и внутри. Поэтому, я думаю, на это уйдет года два. Ну и третья программа у нас часовинки должны спасти и украсить наши деревни. Здесь тоже мы видим положительную динамику. Храмы строятся, молебные комнаты, кресты поклонные. То есть работа ведется очень серьезно с миссионерским отделом, чтобы в каждой деревеньке, в каждом селе было то место, где человек мог побыть один, помолиться, поставить свечу. Ну и приезжает в короткие сроки батюшка для совершения таинств. Ну и хочется немножко уделить время нашей иконописной мастерской. У нас сделаны очень большие работы по реставрации Знаменского кафедрального собора. Мы видим наши результаты этой работы в существующем сейчас храме, где и глаз радуется. Поздравляем всех с наступающими праздниками, с Рождеством Христовым, с наступающим Новым годом, Новолетием. Надеемся, что наш архитектурный строительный отдел будет помогать батюшкам, всем тем, которые требуют помощи при храмостроительстве, что динамика будет у нас положительная. Ну и всех с праздником! Отделом социального служения и благотворительности Кемерской епархии за этот год сделано очень много работы. Во-первых, в сотрудничестве с администрацией области мы отправили в этом году 78 человек в паломничество по святым местам России. Также по линии администрации области было награждено 9 человек медалями за веру и добро сестер Милосердия, которые трудятся в области социального служения в Русской Православной Церкви. Также проведены совместные мероприятия с администрацией. Это ежепартальные, практически каждый квартал проходят антинаркотические комиссии, как областные, так и городские антинаркотические комиссии, на которых мы несколько раз готовили доклады с выступлением о работе Русской Православной Церкви в этой области. Также мы участвуем в комиссиях по делам пожилых людей и инвалидов, которые также проходят ежеквартально. В этом году прошла, как и в прошлом, акция «Помоги собраться в школу». Шесть многодетных семей у нас получили помощь для покупки канцелярских товаров и школьных принадлежностей. Регулярно помощь по программе «Спаси жизнь» у нас получают 20 женщин. Разовую помощь в этом году у нас получило 40 многодетных женщин и 20 семей священнослужителей. Количество сестер милосердия в этом году у нас составило 201 человек и 13 различных сестричеств, которые трудятся в области социального служения. Фонд клириков у нас существует в этом году. Регулярная помощь оказывалась девяти вдовам священнослужителей и пяти клирикам, находящимся за штатом по инвалидности. Также оказана помощь четырем священнослужителям в приобретении жилья на сумму 2 миллиона 108 тысяч. В этом году получила помощь по линии патронажной службы 84 человек. Православный реабилитационный центр «Лествица». На сегодняшний день находится на реабилитации 6 человек. Реабилитацию в этом году окончили у нас 5 человек. Также мы сотрудничаем в области антинаркотической деятельности с администрацией области, по линии которой было выделено на поддержку этой службы 90 тысяч рублей. Количество консультаций, которые мы оказываем родственникам наркозависимых, составило в этом году 350 консультаций. В области сотрудничества с различными благотворительными организациями и фондами, мы смогли выделить 1 миллион 800 тысяч рублей для помощи многодетных и малоимущих семей. Эта помощь была оказана более чем 300 нуждающимся семьям. Если вкратце, у нас такая работа в этом году была проведена. О граде всем всяком граде стране, и веруя живущим в ней, Господу помолимся. Господи помилуй. В Узагобарском митрополе на сегодняшний день функционируют 25 исправительных учреждений. В этом году было преизбрание в общественную наблюдательную комиссию. Эта комиссия занимается тем, что смотрит за содержанием осужденных, чтобы у осужденных соблюдались их права, также права на вероисповедание, на свободу совести. В этом году в нее вошли двое священнослужителей. Один с Мариинской епархии, другой с Новокузнецкой. В задачу священнослужителей, окремляющих справильное учреждение, входит еженедельное посещение православных общин. Еще немножко о помощнике начальника ГУФСИН, организации работы с верующих. Эта должность подразумевает посещение всех колоний области с проверкой духовно-нравственного состояния осужденных. Общается с осужденными, отвечает на их вопросы. Если какие-то проблемы возникают, то по этой должности священнослужитель должен эти проблемы урегулировать. Также в этом году прошло 12 совещаний президентской комиссии по помилованию осужденных. Некоторые из них были выездными. То есть комиссия выезжала в колонию, где с осужденным, подавшими прошение на имя президента о помиловании, проводились встречи, беседы, и вносилось решение поддержать или не поддержать второй или иной осужденного. Было рассмотрено более 200 обращений. Органами внутренних дел Кузбасса и епархии Кемеровской и Патургской накоплен большой потенциал и традиции, которые мы с вами продолжаем. За период 2017 года отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Кемеровской епархии был организатором многих событий, которые имеют очень важное значение для Кемеровской епархии и для Кузбасской митрополы. Учить такую икону, благословите эту икону, чтобы Господь хранял вас, так и вы храните меня, особенно будут рядом с вами. Духовенство Кемеровской епархии принимает участие в отправке в служебную командировку на Северный Кавказ сотрудников МВД, благословляет технику, совершает молебны, также проводит работу с личным составом в психотделении полиции и проводит профилактическую работу с нарушителями правопорядка, а также с людьми, за которыми ведется надзор после освобождения из мест лишения свободы. Отряд специального назначения Кузбас, белые медведи, также имеет плодотворное взаимодействие с Кемеровской епархией и духовный наставник отряда отец Александр Гулевский в этом году совершил поездку в служебную командировку на Северный Кавказ, где совершил молебен, благословение воинов на предстоящую служебную командировку, также совершал требы среди военнослужащих. Это первое богослужение здесь совершено мной, как духовником этой части. Надеюсь, что в дальнейшем мы сможем проводить и дальше такие богослужения. Благодарю вас всех за молитву, храни вас всех Господь. Управление Государственной инспекцией безопасности дорожного движения по Кемеровской области совместно с епархией также проводят мероприятия, направленные на профилактику предупреждения нарушения правил дорожного движения. Особенно хочется выделить мероприятия, которые проводятся у нас ежегодно. Это совершается в День памяти жертв ДТП, совершается молебен, также совершается панихида по тем людям, которые погибли в ДТП. Продолжается плодотворное взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов по Кемеровской области. Проводятся беседы с алименчиками, с должниками. Кемеровская таможня принимает участие в мероприятиях, проводимых Кемеровской епархией. Посещает выставки. Сотрудники также принимают участие в богослужениях. Кемеровская епархия продолжает взаимодействие с двумя губернаторскими кадетскими школами. Это школа-интернат полиции и кадетский корпус МЧС. Наметилась новая тенденция во взаимодействии с военным комиссариатом Кемеровской области. Священнослужитель, который окормляет областной призывный пункт, отец Роман Хлепедько внес очень интересную, новую форму взаимодействия и общения с призывниками. После проведения бесед он предлагает им прослушать песни, которые он исполняет под гитару, что пользуется очень большим уважением, интересом. Военным комиссариатом Кемеровской области совместно с администрацией города Кемерово был проведен День призывника, в котором Кемеровская епархия также принимала участие и благословляли будущих призывников. На новый уровень вышло развитие военно-патриотического клубного движения Братства Православных Ратников. По благословению Владыки оно было открыто и начало свою работу в 2015 году в декабре. И в этом году Братство Православных Ратников насчитывает уже четыре отряда. За этот год была проведена огромная работа руководителя этого движения отца Даниила Голодного, который организовал огромное количество мероприятий для детей и подростков, воспитанников Братства Православных Ратников. За минувший 2017 год отделом по взаимодействию с казачеством в Кемеровской партии проведена большая работа. Мы реализовали тот план мероприятий, который нам был прислан Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством по воспитанию и образованию наших кузбасских казаков. У нас были проведены и тематические семинары, встречи, освященные столетию революции. Также у нас были образовательные семинары, конференции, на которых мы образовывали казаков. По окончанию комплекса образовательных мероприятий мы казакам вручили сертификаты прохождения этих пульсов. С казаками мы сотрудничаем плотно, взаимодействуем, участвуем в разных фестивалях культурных, церковных мероприятиях. Особо хотелось бы отметить, что в этом году в Кемеровской партии было проведено массовое крещение в селе Осиновка Кемеровского района. И вот в этом массовом крещении активное участие принимали и оказывали содействие и помощь казаки нашего Кемеровского станичного казачьего общества. Также в минувшем 2017 году казаки Общероссийской общественной организации Союза казаков России принимали участие в военно-полевых сборах тренировочных на базе юргинской бригады. И вот, и на вот эти тренировочные мероприятия наш отдел благословлял казаков, служил самолебен. Хотелось бы отметить, что в 2017 году впервые в городе Кемерово открылся у нас военно-патриартический молодежный казачий клуб спортивный. Он у нас относится, в принципе, к отделу вооруженных сил и проходит по направлению просто православных ратников. Итог подводить всегда рано, потому что все еще все планы перспективнее в разработке, все делается. Но мы продолжили посещение, окормление малочисленных населенных пунктов. В некоторых появились уже постоянные приходы, не побоюсь этого слова, храмы. И вот, в этом году закончилось, как бы, строительство храма в миссионерском стане Девни Красноярка. Появился еще один миссионерский стан в городе Полысаю, который является таким и культурным центром, и центром просветительской деятельности. Также отдел продолжает действовать по направлению развития паломнических поездок к местам новомучеников, исповедников Церкви Русской. Это те места, в которых наши сродники по плоти и по духу пострадали именно в годы гонений, которые мы отмечали в этом году, воспоминая эти события, уроки столетия. Также миссионерский отдел продолжает свою деятельность в апологетической направленности, то есть защищая и помогая тем людям, которые попали под воздействие тоталитарных каких-то организаций, деструктивных культов. Также продолжается деятельность в сфере просвещения и не только тех, кто еще не крещен, но и в плане как бы внутренней миссии обращена к тем людям, которые крещены, но, к сожалению, не выцерковлены. Благослови Владыку! Благословен Бог наш всегда ныне пресно и во веки веков! В текущем году состоялись две выставки «От покаяния к воскресенью России», где были представлены наши собратья, наши братья из различных монастырей, храмов. А тут мы можем встретиться, пообщаться и узнать, как же живут наши братья в Белоруссии, на Афоне, в других монастырях, в других епархиях. В грядущем году состоится общий епархиальный крестный ход, посвященный столетию со дня для убедения царственных страстотерпцев. Он пройдет от храма новомучеников до памятника царю Николая в городе Ленинск-Кузнецкий, где в этом году в грядущем планируется совершить ряд мероприятий, посвященных именно историческому событию для нашего Отечества. 2017 год был очень активен для организаторов преподавателей православных и в первую очередь для самих учащихся. Выпускников в 2017 году в Кемеровской епархии в 10 отделениях было 387 человек. Это люди, которые год, либо два, некоторые даже три года отдавались учебному процессу. Ну и главное, конечно, это тоже итоги приемной кампании. В 2017 году подали свое прошение более 600 человек в отделении курсов, из них 555 были зачислены. Велась и работа невидимая, методическая работа, организационная. И плодом вот этой невидимой методической организационной работы было получение представления от учебного комитета Русской Православной Церкви по сути лицензии на право подготовки специалистов по социальной работе, молодежной работе и миссионерской. Особую радость нам принесло то, что заочное отделение из одной группы выросло до трех групп. Наиболее для нас таким ответственным и волнительным мероприятием стало проведение педсоветов с участием правящего архиерея митрополита Аристарха Кемеровского и Прокопьевского было проведено несколько педсоветов главный из них в августе августовский педсовет под председательством правящего нашего владыки Аристарха а также выездные педсоветы что было вообще впервые за всю историю существования курсов с 2003 года педсовет прошел в городе Гуревск Киселевск и также намечается педсовет в городе Ленинск-Кузнецкий по самым курсом Богословский существует в нашем Кузбассе с 2003 года и вот за 14 лет было открыто два десятка отделений во всех крупных населенных пунктах Кузбассской уже сейчас метрополии данная сеть курсов на наш взгляд является уникальным просветительским форматом в рамках русской православной церкви вот за эти годы за 14 лет более трех тысяч кузбассовцев получили выпускные свидетельства о том что они закончили эти курсы 2017 год изнаменовался у нас в первую очередь нашим отделом отделом религиозного образования и катехизации участием международных юбилейных рождественских образовательных чтений в Москве наша делегация состояла из 20 человек в этом году две секции по воскресным школам возглавил наш владыка владыка аристарх в феврале начался конкурс за нравственный подвиг учителя в этом году от кузбасской метрополии участвовало 122 педагога наши педагоги победили на втором этапе в городе Томске в рамках второй международной выставки ярмарки от покаяния к воскресенью России был организован пархиальный семинар для преподавателей директоров воскресных школ для обсуждения требований новых цинодальных документов в августе состоялась встреча владыки аристарха с ректорами вузов где был согласован и подписан план совместных мероприятий кузбасской метрополии и вузами города кемеров в августе началась подготовка для подписания совместного плана совместных мероприятий этот план был подготовлен к иоанновским чтениям и подписан тремя владыками кузбасской метрополии и начальником департамента образования Чепкасовым Артуром Владимировичем иоанновские чтения в этом году они были уже 19-е то есть пред юбилейные чтения ознаменовались тем что мы как и в прошлом году мы пригласили на секции представителя департамента образования у нас был гость из Синодального отдела заведующий сектором по основам православной культуры диакон Герман Демидов который отметил нас как успешно работающий отдел в том числе и по выбору модуля основы православной культуры при этом этот показатель больше чем у наших соседей в Новосибирской митрополии в Томской митрополии в Красноярской митрополии в рамках Яновских чтений впервые в этом году проходила секция круглый стол в Свято-Серафимопокровском женском монастыре в Ленинск-Кузнецке традиции монашества современности в этом году также проходил конкурс Международный конкурс детского творчества красота Божьего мира в Москве заняли второе и третье место наши две победительницы из центральной художественной школы города Кемерово нужно отметить что для повышения квалификации учителей по основам религиозной культуры светской этики были организованы совместно с отделом и институтом повышения квалификации серия вебинаров с участием учителей кафедры теологии и преподавателей православно-духовной семинарии продолжится работа инновационных площадок дошкольных образовательных учреждений по духовно-нравственному воспитанию дошкольников которые были открыты по инициативе русско-православной церкви Кемеровской епархии уходящий 2017 год был очень насыщенным для информационно-издательского отдела мы освещали множество событий самых разнообразных самых различных которые происходили в этом году однако это наша текущая работа у нас был ряд таких проектов которые требовали достаточно значимого и серьезного внимания прежде всего к пятилетию Кузбасской митрополии на наш отдел легла нагрузка по подготовке экспозиции посвященной пятилетию митрополии мы подобрали материалы в том числе благодаря взаимодействию с нашими коллегами Московской патриархии нам удалось подготовить еще один стенд повествующий об истории формирования митрополии на территории Кемеровской области одним из серьезных событий конечно же для нашего отдела стало его структурное изменение если раньше мы были исключительно информационно-просветительским отделом то в этом году по благословению владыки у нас также добавилось издательское направление с Божьей помощью также нам удается на этом направлении трудиться в кратчайшие сроки мы издали Кузбасский православный календарь это традиционное издание для нашей митрополии мы подготовили фотоальбом посвященную визиту митрополита Владимирского и Суздальского в Кузбасс на его малую родину в настоящее время заканчивается работа по формированию подготовки книги посвященной толковому изложению божественной литургии на русском языке с комментариями для того чтобы люди имели возможность лучше разбираться в нашем православном богослужении также нами подготовлен макет он уже утвержден внесены коррективы всевозможные правки книги посвященные троицкому собору троицей церкви лавры эта книга является кандидатской работой Игумена Никона Смирнова настоятеля московского подворья афонского свято-пантелейминого мужского монастыря подворье расположено в Москве и если Господь нам поможет то буквально через несколько недель мы получим уже первые книги из этого тиража что касается изменений в работе непосредственно информационного направления то во-первых мы продолжили трудиться во взаимодействии со светскими средствами массовой информации с редактором портала А-42 у нас запущен достаточно интересный проект который позволяет взглянуть на церковь несколько иным взглядом то есть этот портал во взаимодействии с нами готовит материалы о тех или иных священниках и в принципе этот проект получает достаточно лестную оценку со стороны пользователей портала обновился официальный сайт Кузбасской метрополии надеемся что это не последнее обновление на данный момент скажем так структурная работа уже проведена мы надеемся что в ближайшее время сможем сделать новое визуальное оформление для уже имеющегося сайта чтобы он был еще более современным предприятиям 2017 год для молодежного отдела запомнился особенно такими мероприятиями как Сретенские встречи молодежный форум который проходит каждый год в этом году был особенно крупный потому что в нем приняло участие свыше 400 человек и он вышел за рамки Кузбасской метрополии стал общесибирским в предстоящем году мы намечаем продолжить эту линию и сделать его кроме того что для православной молодежи еще и студенческим также особенным проектом можно считать совместную реализацию молодежной летней школы между Кузбасской метрополией и Новосибирской метрополией и в следующем году это также будет распространяться на всю сибирскую территорию епархии впервые в этом году молодежным отделом было сделано два крупных проекта первый это фестиваль по защите традиционных семейных ценностей светская организация за жизнь которая занимается как раз продвижением семейных ценностей и которой не было у нас в Кузбассе именно в этом году общими усилиями создается региональное отделение этого движения также создается межвузовская ассоциация духовно-нравственного развития которая будет состоять в первую очередь из активных студентов вот сейчас мы выявили и продолжаем выявлять неравнодушных к нашим проектам студентов и преподавателей и объединим их в организацию которая будет официально зарегистрирована соответственно будет уже участвовать не только в проведении мероприятий но и в их подготовке и в их инициации продолжается подготовка кадрового резерва молодежных работников был завершен успешно первый поток подготовки молодежных работников на базе богословских курсов кроме того мы ведем цикл своей подготовки молодежных работников внутри нашего отдела и любой священник неравнодушный к молодежной работе может связавшись с нашим отделом отправить человека который пройдет подготовку и краткосрочную и среднесрочную и будет хорошим специалистом на приходе в молодежном отделе было несколько спортивного характера это футбольный волейбольный шахматный турнир теперь с этого года в отделе создается отдельное направление по спорту и все спортивные мероприятия будет курировать отдельный священник и спортивное направление будет активно развиваться за прошедший год было организовано практически все что мы планировали то есть были для православных следопытов поездки лагеря курсы регулярные сборы отдельное внимание следует уделить восхождению актива молодежной группы и братства православных следопытов на вершину горы Ильбрус это было не просто восхождение а там была поставлена нами миллионная подпись в защиту жизни нерожденных детей и вот об этой акции было отдельно сказано на фестивале в москве и нами был получен приз гран-при который дается за особый вклад в защиту жизни в 2017 году отделом культуры кемерской епархии были осуществлены следующие проекты конкурсы детских рисунков это конкурс православный мой кузбасс традиционный конкурс рождественская звезда и пасха красная на данные конкурсы в этом году в отличие от предыдущих было поставлено больше работ следовательно и награждаемых было детей большое количество также наш отдел сотрудничает с департаментом культуры национальной политики города кемерово с отделом культуры города кемерово и были проведены очень массовый такой концерт на ступенях знаменского собора выступал губернаторский оркестр в этом году у нас совершался был организован совместной библиотекой имени Федорова институт культуры форум посвященный теме Достоевской в Сибири также мы участвовали в традиционных краеведческих чтениях и следующий год это запланированный год когда будет совершаться 75-летие города кемерово у нас епархиальные будут даты и в честь них будет организован традиционный фестиваль хоровича Сибири данный фестиваль проводится раз в два года совместно с институтом культуры много еще небольших мероприятий которые мы проводим организовываем даем информацию но все это дает каждому христианину общий вкус нашей духовной культуре я хочу рассказать о музее истории православия на земле кузнецкой музей истории православия на земле кузнецкой он в принципе работает с одиннадцатого года в музее был всего один зал зал иконы шестнадцатого девятнадцатого веков шикарный зал оформлен очень хорошо и два года назад владыка аристарх благословил меня на работу по созданию зала 2 истории православия на земле кузнецкой потому что название было как такового ничего у нас в музее не было начало было положено в 2016 году конечно надо было сначала все изучить а затем уже развивать собирать создавать выстроена полностью система работы именно музейного зала оснащено технические видеонаблюдения установлена пожарно-охранная сигнализация приобретена конечно и выполнена акустическая система которая позволяет проводить экскурсии мероприятия приобретена и смонтирована интерактивная доска приличного размера заказаны и приобретены витрины именно все витрины хозяйства на весь большой зал в которых можно разместить не только фотографии но и материалы ценности иконы литературу также сделана специализированная витрина которую в общем-то пришлось несколько вариантов разрабатывать это для представления династии династии священнослужителей это были материальные затраты хозяйственная работа выполнена помимо этого проведена исследовательская работа по формированию именно исторических исторического материала по написанию жизненного пути самих династий четыре династии уже полностью приготовлены смонтирован стенд и проведено 20 октября проведено одно большое мероприятие сейчас еще 2 династии мы планируем уже начали отрабатывать исторический материал встречаться с членами династии хочется чтобы эта работа продолжалась и запланирована на начало следующего года потому что материал подобран все таки выпустить еще и начало положить выпустить книгу по династиям ну помимо этого будем параллельно и снимать видеофильмы так чтобы у нас на нашем большой интерактивной тоске можно было все это увидеть у нас в принципе во втором зале приготовлено и проводится большое количество экскурсий приготовлено много экспозиций это 1917 год 2017 год выставочный материал и по мученикам земли Кузнецкой приготовлено и проводим показываем хорошая выставка по иконам сибирского письма приготовлено и показываем есть выставка по строительству знаменского собора прошлый год было 20 лет приготовлено и показываем пять лет метрополии ну и конечно сделан мы начинали с этого открывали мемориальный кабинет Владыки Сафрония какие-то предметы еще доносятся родственниками кто-то привозит из друзей знакомых в 2018 году исполняется 25 лет нашей епархии много экспозиции обновляем обновляем выставки запланировали проведение седьмых краеведческих чтений в стенах нашей епархии апархиального управления также мы запланировали на 2018 год много мероприятий которое посвящено значит и столетия убиения царской семьи в память мы делаем большую экспозицию готовим готовим экспозицию и 100 лет города Кемерово и 75 лет Кемеровской области по этому году у нас еще без декабря месяц уже прошло 3720 человек это больше в прошлом году у нас было 3200 хочется сказать что заканчивая год приятно вспомнить хочется работать в музее хочется чтобы его больше посещали и еще несколько слов о праздниках четверть вековые юбилеи в этом году отметили свято-серафима покровский женский монастырь и воскресная школа при знаменском кафедральном соборе к этой дате и школа и монастырь подошли с большим серьезным багажом так сестры обители уже наработали монастырский устав и готовы делиться опытом равно как и опытом воспитания девочек в большой приемной православной семье а на счету сотрудников школы благовест десятки если не сотни воспитанников выбравших путь церковной жизни в качестве священнослужителей регентов помощников благочинных и так далее сегодня дети которые четверть века назад учились в воскресной школе которая начала только свою жизнь уже сами приводят своих сыновей дочерей стены храма божьего и для духовно-нравственного воспитания особенно отравлено что за прошедшее время из воскресной школы вырос и церковный молодежный актив который активно участвует в жизни знаменского собора некоторые выпускники воскресной школы выбрали именно в ней свой жизненный путь навсегда связав его со служением церкви приняли священный сам и несут пасторские труды кузбасской митрополии в первой декаде декабря свой престольный день отметил знаменский кафедральный собор по традиции храм принимал многое гостей которым помимо праздничных богослужений предлагал и культурную программу на торжества по случаю престольного дня прибыли архиепископ абаканский и хакасский и анафан епископ муромский и вязниковский нил епископ рослальвский и десногорский милетий для преосвященных владык впервые посетивших столицу кузбасса в первый день их братского визита в кемерово была организована краткая экскурсия во время которой гостей познакомили с музеем заповедником красная горка а также старейшим храмом кемерово никольским собором очень важно что этот храм стал сначала центром евархии а теперь уже центром митрополии именно здесь совершаются самые значительные события всего шантерского края совершаются и ежедневные служения и в то же время великолепные архиерейские служения мы говорим Субтитры создавал DimaTorzok Работа в самых разных направлениях идет в епархии, не прекращаясь 365 дней в году. Будние праздники, заботы и преодоления, большие и маленькие победы. Сделано немало, но и новые задачи никто не отменял. А потому будем работать и славить Господа за то, что Он дает нам такую возможность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok